Особое мнение на 101FM Добрый день, уважаемые радиослушатели! С огромным удовольствием встречаю, как всегда, понедельник. Раз сегодня понедельник, значит, в эфире ваша покорная слуга. В студии Антонина Тихомирова и мой замечательный гость. Это Азиз Альевич Агаев, который, если, ну, напоминаю, должность, да, представляемый обычно Азиз Альевича, хотя у него широкий спектр его умений и действий, может быть, даже и должности, если поглубже покопаться, но я его представлю как директора аудиторской компании «Бизнес.Инфору», правильно? Добрый день всем, кто меня слушает. Тем сегодня много. Я предлагаю, Азиз Альевич, начать с вашего мнения касательно принятого бюджета, который вот в свежем номере, кстати, да, вот за мной и прорекламирую, как всегда, вышедший свежий номер газеты «Бизнес.Новости». Статья называется «Ужасный бюджет». Депутат ЗАГСобрания Дмитрий Русских публично отказался голосовать за бюджет области. Валерий Турова назвал основной финансовый документ ужасным. Вы наверняка просматривали, да, наверняка знаете, ну, с чем связаны их оценки. Ну, их оценки – это их оценки. Сегодня особое мнение Азиза Альевича. Мне интересно ваше мнение по поводу принятого документа. Что не так? Чего депутаты считают ужасным? Ну, ужасный – это такое очень-очень уж оценочное суждение. Я бы сказал, тревожный. Тревожный, потому что объем долгов бюджета… Дефицитный, потому что, да? …объем бюджета растет. И по большому счету мы не знаем, каким образом в дальнейшем мы будем эту дыру, возникающую, закрывать. И от чего отрезать, да, чтобы затыкать что-то другое? Тут даже вопрос не в том, от чего отрезать. Я в некоторых случаях соглашусь с теми, кто составлял бюджеты, и с губернатором, когда он говорит, что вы давайте подскажите, значит… Мы прислушаемся, да. Да, где, значит, взять и куда, значит, откуда отрезать, куда положить там, да. Это с одной стороны. С другой стороны, не всегда с этим согласен, потому что если я буду, например, или там группа других товарищей будет решать, откуда взять и куда положить, тогда возникает вопрос, а для чего там правительство так по большому счету сидит? Ну, поменяемся местами и будем… Тогда, пожалуйста. …решать, да. Но при всем при этом тревога за бюджет остается и за экономику области, потому что доходная часть, то есть наши собственные доходы, доходы, которые мы зарабатываем все вместе на территории области, не увеличиваются так, как нам хотелось бы. Но у вас есть понимание, откуда оно могло бы увеличиваться? То есть там просто структурировать все нужно иначе? Видите, я настолько не экономист, что мне вот… вы мне всегда очень понятно все объясняете, поэтому, может быть, я задаю вопрос довольно по-дурацки, но я так думаю, что ровно со мной в один ряд встанет еще куча народу, которые тоже не понимают, но вот суть-то хочется уцепить, тем не менее. Ну, я попытаюсь, значит, может быть, где-то просто, где-то банально объяснить это дело. Так вот нам так и надо. Да, потому что, значит, суть заключается в том, что… Ну, вообще у нас есть в области документы, определяющие и дающие направление того, значит, где мы будем эти деньги зарабатывать. Стратегия, значит, это развитие области, это программа социально-экономического развития, это прогноз социально-экономического развития, там все написано, как будет расти доходная часть бюджета, причем на много лет вперед. Поэтому в связи с этим, первое, возникает вопрос, если мы это уже запланировали и знаем, какие у нас доходы будут в ближайшие три года как минимум, а мы по стратегии знаем, что там до 2020 года, какие у нас примерно, чего будут доходы, почему, в конечном итоге мы закрываем свой бюджет с таким дефицитом каждый год. Значит, если мы не зарабатываем то, что мы запланировали по нашим же принятым документам... Накануне, да? По минувшему бюджету, так сказать, да? Значит, мы ошиблись в планировании, значит, давайте возвращаться к этим документам и смотреть, где мы ошиблись. И выправлять уже эти ошибки, да? Абсолютно верно. Соответственно, говорить, у нас доходы вот такие-то будут, и тогда давайте ножки-то протягивать по расходам. И если кто-то от нас просит больше, мы должны ему сказать, слушай, ну хорошо, если я сегодня возьму, значит, какие-то кредиты для того, чтобы твои аппетиты... Твои хотелки удовлетворить. Удовлетворить. Значит, это означает, что дальше ты в этой экономике будешь приносить нам больше. То есть в нашей областной экономике, в наш бюджет ты будешь приносить больше, и, соответственно, в этом бюджете будет больше денег, но уже на другие направления. Ну вот такая вот... Но так никто не делает, правильно я понимаю? Ну так не делается. Такая солидарная работа позволила бы нам не говорить об ужасном бюджете. Но я думаю, что ответственность за этот бюджет несут все организации, которые обсуждали, а может быть, те люди, которые и не обсуждали, значит, этот бюджет, и депутаты, которые принимали этот бюджет. То есть многие депутаты ведь не вникают, вникает несколько человек, десяток человек в этот бюджет, остальные не вникают, потому что многим это иногда бывает недосуг, кто-то не совсем понимает, что откуда формируется. Кто-то по другим поводам вообще там находится. То есть тревога возникает за счет того, что а, мы расходуем больше, чем зарабатываем. Ну представьте себе, как бы это у вас там в семье, вы начинаете бегать по знакомым, собирать там деньги. А их же потом отдавать надо, правильно? Назанимаю я, вот. Совершенно верно. Ты чего? И мы не знаем, в какой срок и за счет каких доходов занятые мы будем возвращать. Вот. Что плохо? Что вот это и является, на мой взгляд, тревожным фактом. То есть я бы считал, что не нужно там копию ломать, кричать, а надо возвращаться к основополагающим документам. И действительно, ну, с группой людей, которые действительно понимают, как формируется бюджет там, как формируются доходы и расходы, каким образом, с помощью каких механизмов их надо стимулировать там, увеличение доходной части. И прорабатывать его. То есть снимать эти тревоги, говорить, что, ребят, все, мы все проработали, значит, мы все откорректировали, вот наши доходы столько-то, вот они повысятся столько-то, значит, расходы ни-ни, не увеличиваем. Хотя, если посмотреть, большая часть расходов прилетает к нам с федерального уровня. Расходов? Да. Где-то там большие федеральные чиновники там в лице премьера или президента. Но в виде указивок, да, что вот на это нужно обязательно сейчас потратить, да? Вот должны увеличить зарплату тем-то, должны увеличить расходы на то-то. Значит, часть мы даем, часть вы должны за счет софинансирования. И вот эти все, то есть, ну, чтобы, ну, как бы, чтобы понятно было, откуда возникает, часть расходов как раз образуется в том числе и за счет того, что высшие государственные чиновники дают обещания. А что получается, Олег Салевич, что ту денюжку, которую они нам в клювике приносят, значит, и сверху спускают несоизмеримо относительно того, на что они велят тратить, да? То есть не то, что вот мы вам дали денег, сделайте, пожалуйста, на это то, что мы велели, нет? Нет, это так, но они говорят, мы вам дали столько-то денег, вот вы столько-то должны своих денег положить, а у нас все уже распланировано, у нас этих денег, мы на эти деньги не заработали, то есть мы не заработали, и мы начинаем там думать, где же взять, так сказать, для того, чтобы там участвовать, то есть многие ведь благие цели, да, вот это построили, это построили, этим повысили. Нет, ну, конечно, есть, весьма. Ну, вот, с этой точки зрения, вот элемент неожиданности, непредвиденности в формировании бюджета приносит еще и вот эти вот факторы. Но все это обсуждаем, это должен быть серьезный, серьезный, а не игрушечный, не бумажный экспертный совет, там, где угодно, при гостителе или при губернаторе, который должен заниматься этими факторами, причем не время от времени, там, не раз квартал собираясь, а где-то на постоянной основе, чтобы возникающие проблемы обсуждались. По необходимости, да? Даже не по необходимости, а прямо чутко там по графику, чтобы, потому что неожиданности падают постоянно, так сказать. Это точно. Вообще живем так. Да. Вурно живем. Поэтому думаю, что, да, механизм есть, и надо его реализовывать, тогда вот никто не будет говорить, бюджет ужасный, все будут говорить, ой, какой у нас хороший бюджет. Ну, или хотя бы не говорить, что он ужасный. Не соскакивая с темы денег, бюджета и так далее, у меня будет просто, можно даже сказать, к вам некая просьба, потому что я не понимаю, что такое переход на патентную систему. Вот то, о чем сейчас говорят, значит, тема звучит так, что, ну, тоже, опять же, касается законодательного собрания, депутаты области приняли закон о патентной системе налогообложения. И вот, значит, насколько я в курсе, вот, значит, необходимость его принятия вызвана тем, что вот с нового года отменяется упрощенная система налогообложения и ведется вот это вот, дано право вводить патентную систему. Можете объяснить мне, хорошо, плохо и вообще что? Ну, патентная система, вот вы хотите ввести частную журналистскую там деятельность, условно говоря, вы идете и получаете на эту деятельность патент, если эта деятельность есть в списке, по которым выдается патент. Вы платите, значит, ту сумму налога, которая определенна этим законом, значит, этот закон предполагает, что вы минимум должны заплатить 6 тысяч рублей, потому что минимальный доход установлен законом в 100 тысяч рублей. То есть предполагается, что вы в течение года заработаете 100 тысяч рублей. Вот. И вы с этих сумм, значит, должны отдать стоимость этого патента и после этого делать с этим патентом что хотите. То есть хотите, работайте, хотите, не работайте, зарабатывайте или не зарабатывайте. Ну, хорошая штука. Ну, с точки зрения определенности, может быть, упрощения там учетных каких-то функций, штука хорошая. Ну, она у нас и существовала, значит, эта патентная система, но очень мало предпринимателей, небольшое количество предпринимателей пользуются этой системой. Дело в том, что попытки таким образом упорядочить систему налогового обложения и вывести предпринимателей, те, которые находятся в тени, оно сегодня не очень продуктивно, потому что усилия, потраченные длительные годы, после принятия закона об увеличении размера социальных взносов, помните, сколько мы копий ломали, когда 34% там стало предпринимателей, которые платили 14%, они начали платить 34%, условно говоря, процентов, все были в шоке. После этого большая, огромная работа велась по поводу того, всеми общественными организациями, кстати, чтобы предприниматели выходили из цены и начинали применять ЕНВД или упрощенную систему налогообложения, и потом в одночасье правительство, все эти усилия, масса людей просто тупо взяли и увеличили, значит, вот у нас денег не хватает в пенсионном фонде. Да у нас много где денег? Кстати, да. Значит, не такими же методами. Не такими же методами. И тогда мы получили взамен, что нам говорят, мы не потеряли в сборе этих взносов, а мы должны были получить увеличение этих взносов как минимум в два раза. Мы не получили этого увеличения. Соответственно, чем ответило предпринимательство? Очевидно же, оно взяло и ушло в тень. Теперь мы хотим... Вывести их из тени, да, и пытаемся заигрышами. То, что перечеркнуто федеральным правительством, да, и федеральными органами власти, на региональном уровне каким-то образом нивелировать. Я пессимистичен во взглядах на эти попытки. Я считаю, что раз у нас есть право, раз какие-то там условия есть по выделению федеральных денег по поддержке предпринимательства, что мы должны принять такой закон или не принять, ну, я не знаю, так сказать, то, ну, пожалуйста, мы приняли этот закон, вот он, значит, я просто участник рабочей группы был по разработке этого закона, вот, а то, что он поимеет какое-то важное значение будет иметь для выхода из тени или для упорядочения вот этого... Сомневаетесь, да? Я сомневаюсь, потому что для того, чтобы все было хорошо, и люди продолжали выходить из тени, надо вернуться к той системе, которая была, но слово вернуться... Так не верится предприниматель, просто правительство, правильно? Вот, а слово вернуться там негативный несет оттенок, потому что мы верили, все они нас взяли раз, стукнули по голове, а потом говорят, мы спрятались, они говорят, ой-ой-ой, ребята, мы ошиблись, вот мы возвращаем вам, и тогда те, кто спрятались, говорят... Типа мы заменили молоток на этот, на, как бы, да, такой шуточный, выходите, страшно больше. Они говорят про себя, и мы пока будем там сидеть. А вы попробуйте, значит, ведь даже упрёки предпринимателям в том, что они там платят небольшую зарплату там своим работникам и так далее, они тоже нивелируются тем, что есть масса людей, работающих на бюджет, получающих такую же мизерную заработную плату. И, то есть... Примера-то перед глазами позитивного нет. Зачем вылезать-то, зачем, да? Самое мощное основание для любых позитивных перемен, поверьте, это моральное основание. Когда мы выбиваем из-под ног людей моральные основания, то мы в итоге получаем, что у них в голове рождаются другие ценности. И вот теперь... А ценности — это наиболее трудно выбиваемая из головы вещь, да? А теперь они с этими другими ценностями, негативными для страны, будут долгое время жить, и нам надо массу мероприятий сделать, чтобы они снова поверили. Ну, не знаю. Удастся или нет? Тут только время покажет. Теперь про... Как всегда, без этого почему-то не обходится. То в большем количестве, то в меньшем, но всё равно регулярно происходят какие-то шумные отставки. То там в политике... Ну, как правило, это всё равно всё в политике, да, Азис Альич, согласитесь? Не могу не упомянуть, потому что событие произошло. Буду просить прокомментировать. У нас без головы осталось следственное управление. И уход Александра Панова вот некоторые связывают с втихаря закрытым в итоге, опять же, так сказать, как пишут ряд СМИ, делом Навального. Временно руководит теперь следственным управлением по Кировской области первый зам Панова Константин Я что хочу вас спросить... Ну, очень много звучит мнений, мнения, значит, людей, которые поддерживают этого человека, которые считают, что он Борис-то неправ, как говорилось. Вообще данная политическая отставка весома? Она вообще на что-то влияет? Или это просто очередные события, которые... Там, образцово-показательная порка, там, и так далее, и так далее? Ну, видите, политическая она является для людей, которые считают, значит, людей, находящихся на этой должности, своим ресурсом. Угу. Вот. Ресурсом давления на конкурентов, там, по бизнесу, там, еще каким-то ресурсом там. Я, честно говоря, не отношусь к таким людям, и... Поэтому вам легко комментировать должно быть? Да. Со стороны? Вот. Я не считаю... Чем ценен ваш комментарий? Я не слышал, чтобы Александр Георгиевич Панов, значит, был каким-то образом связан, значит, с какими-то структурами очень тесно, вот, и лично там в каких-то там разборках там... Участвовал. Да, я тоже не слышал. Да, я не слышал этого. Я считаю, что, и я в это верю, что поворотным пунктом в жизни человека могут стать какие-то жизненные события. И человек после этих жизненных событий просто по-другому начинает смотреть на этот мир, у него что-то переключается там в голове или в душе, и он по-другому смотрит на все, он хочет дальше прожить свою жизнь по-другому, понимая, что что-то до этого он в этой жизни там не доделал или там и так далее. Поэтому я бы, так сказать, ему просто пожелал бы успехов в дальнейшее его там продвижение, работе, чего он там будет делать. А вот всем остальным, кто, значит, говорит, что вот он там какие-то в негативных связях там и так далее, вот такое вот, извините меня, шакалие поведение я не очень приветствую вообще. То есть если у тебя есть что-то, да, ведь это важно для страны, что чиновник такого уровня вдруг замешан в каких-то там действительно схемах, пожалуйста, достань и выложи. Правильно, когда выступает там Бережицкий на каких-то собраниях бизнесменов, он говорит, ну что, где обращение, где, что у вас там делается, мы же должны, вот от вас обращений нету, а чуть что все кричат. Значит, я понимаю, что те люди, которые вот тихоря говорят, что он там связан, вот они тихоря говорят и о многих других людях, да, а почему они не сообщают, скажем, тому же Бережицкому об этих людях? Я думаю, что так. Потому что нечего там сообщать, да? А, либо нечего сообщать, Б, либо они боятся, и В, они знают, как выйти на того или иного воскопоставленного, значит, чиновника и просто в своих будущих разборках хотят этот путь использовать. Использовали, да? Да. И поэтому я в этой ситуации считаю, что и в первом, и в втором, и в третьем случае эти люди поступают неправильно, они поступают вредно для своей страны, они поступают нечестно по отношению к людям, которые их окружают, с кем они работают. Вот так вот считаю. Так что думаю, что придет, значит, Уськов будет работать. Есть что о нем? Значит, давайте, мы можем сказать, что там в работе следственного управления по Кировской области есть недочеты. Мы в некоторых случаях это обсуждали. Где-то звонили там руководителям службы безопасности, говоря о конкретных фактах. Давайте эти вещи обсуждать. Не реагирует руководитель службы безопасности, значит, будем обращаться к Бережицкому, так сказать. Нужно себе сказать, как вот Сергей Косолапов сказал, мне не пофиг, что творится в стране, где я живу, и давайте искоренять эти вещи. Только так, я думаю, что мы можем выйти на светлое будущее. Ну, это точно. Единственное, что вот последний маленький нюанс хотел сказать, опять же, ну, как сказать, в поддержку, я думаю, он не нуждается в моей конкретной поддержке, Александр Панов. Ну, вот ситуация, когда уголовное дело, да, начальника управления по физкультуре и спорту, Светлана Медведева, следствие полгода громогласно, значит, обвиняло там, почему не могли придумать, да, там менялись статьи, то в мошенничестве, то в злоупотреблении полномочиями. Еще там, значит, какие-то уголовные пытались пришивать, при том, что потом выяснялось, что там не к чему прицепиться. И только Панов точку поставил в этом вопросе, заявил о прекращении преследования, и дело-то явно было заказное. То есть вот тоже можно понимать, что человек сказал, хватит вот этого вот всего. То есть, ну, значит, есть все-таки, как бы, у человека действительно и порядочность, и понимание, как нужно вести дело. Дело в том, что если будет большое желание, то найти какие-то камни в огороде любого человека, мы всегда найдем. И еще, значит, когда человек там выбивается, начинает делать какие-то хорошие дела, а Медведево в последнее время делает очень хорошие дела на территории области, то всегда находятся люди... Мы даже знаем их. Да, которые хотят на этом, значит, какие-то заработать там... Дивиденды, конференции. Или просто из вредности. Из вредности, значит, вот, ах ты, там, хорошо, тебе там работается, тебя хвалят, у тебя все получается. Ну, есть такое последнее время. Ну, сейчас, значит, у тебя не будет получаться. Получается, да. И что она там делала, будучи там тренером или там директором школы? Мы знаем, что бывает масса ситуаций во время работы там с детьми, значит, когда нужно каким-то образом выходить из ситуации. Когда у тебя денег нету, а детей надо на соревнованиях там вывезти, там им питание обеспечить, гостиницы там поселить и так далее, и так далее. И мы знаем, что очень длительное время из бюджета получить эти крохи не мог ни один тренер. И даже сейчас такие вещи продолжаются. Сейчас. То есть спортсмены, дети, которые там имеют достижения, могут не получать поддержку от бюджета, зато другие какие-то организации, у которых нет никаких результатов, могут получать. Ну, конкретно я могу говорить, например, дети из хоккейного клуба «Вятка», которые показывают результат, которые славят Кировскую область в российских соревнованиях. Но поддержки-то у них нет. Ни хоккейная федерация, ни городская администрация их не поддерживает. Ну, поэтому молодец, что Панов поставил точку. Ну, не знаю, как там будут. Найти какие-то вещи, за которым можно дать квалификацию уголовную. Ну, у нас законы такие большого желания. Большое желание будет. Это точно. Значит, не могу перейти на совсем уж, чтобы там какой-то позитив. Еще не можем мы с вами, да, обойти уже даже, наверное, знаете о чем. Вообще, конечно, как циклически у нас история повторяется. Я о деле врачей, Алиса Ильича. Значит, я про что и говорю, да. О существовании дела врачей, напоминаю, сообщил две недели назад глава Кировского УМВД Сергей Солодовников. Также он с журналистами сразу, сразу с журналистами сразу собрал и поделился известными следствия подробностями, в том числе о задержании председателя военно-врачебной комиссии Олега Шемякина. Ну, суть о том, что у нас давно, на поток, всерьез и качественно поставлено откос от армии. Вы это тоже как бы в курсе. Вот, даже не знаю, как лучше будет вопрос сформулировать. А, единственное, что вот тоже свежая информация, которая сегодня уже, сегодня с ним, понедельником подтверждается, у нас больше Кировский военком, больше не военком. В общем, Владимир Баранов, исполнявший обязанности. Но он исполнял обязанности военного комиссара. Поэтому, как тоже пишет ряд СМИ, сделали это, как это, по цитате, «бешумы пыли», вот, потому как человек был его, поэтому можно было из этого образцово-показательное снятие, опять же, не делать. Вот, не знаю, в каком ключе вы сочтете нужным для себя прокомментировать это, либо как вообще, в принципе, саму тенденцию того, что у нас это поставлено на поток, есть тарифы, есть оплата и так далее. Либо как вообще о делах в армии, либо как о деле врачей. Вот, не знаю, даю вам на откуп, вот как считаете, так и прокомментируете. Я, честно говоря, сам в таких вещах не участвовал, но, как говорится, я слышал... В смысле, сына не отмазывал, имеется в виду. Да, не отмазывал, но слышал, что, значит, что такие вещи на территории области делаются. Я об этом слышал. Ну, хорошо. Значит, есть спрос. У нас в виде рыночной экономики, да. Но то, что там здравоохранение управляется неправильно, так сказать, в Кировской области, ну, это другая тема, да. Но, хорошо, если справки доктора выдают, значит, есть спрос. Значит, это покупается. Значит, а покупается почему? Родители беспокоятся за своих детей. Потому что они знают, что творится в армии. Потому что они сегодня знают о военной службе больше негатива, чем позитива. Они знают, что дети оттуда возвращаются, как минимум, психически неуравновешенными после службы, и долго приходят в себя, там, излечиваются, там, из чего-то, от чего-то. Не говоря уже про смерти, да? Не говоря о физических уже, да, каких-то там. И, соответственно, родители хотят, чтобы, ну, уберечь. Вот они 18 лет растят своих детей, берегут их, и вот в итоге получают. Но ведь там тоже такие же дети в этой армии, да? Что происходит-то с нами? То есть, а происходит то, что я своего ребёнка-то оберегаю, а правильные ценности в голову своего ребёнка не вкладываю. И ведь там не один ребёнок так себя ведёт, там, стадом, группами, там, начинают, так сказать, да? А все знают, да, что стадом никогда, стадом остатки мозга пропадают. И тут несколько уровней вопросов, да? А где, значит, вот это вот внутренние стержни этих людей, которые должны приходить в армию для того, чтобы защищать Родину, да? А где эта Родина? Кто им рассказывал, что такое Родина? Посмотрите же. А что это за высшая ценность такая, любовь к Родине-то? Они ведь, многие этого не знают. Соответственно, раз они пришли туда, они думают, ага, ну тут вот от моей жизни, значит, вот один год теряется. Сейчас, кстати, говорят, будет опять не один. Хорошо. Кто проводит эту работу в армии? Посмотрите на офицеров. Где, куда делась офицерская честь? В армии, значит, там, в правоохранительных структурах, там, куда она делась? И вот поэтому я считаю, что нам сейчас не только ловить надо этих врачей-мошенников, да, если они действительно это делают, если это доказано будет, их надо осудить, да. Но сразу думать, в корень смотреть. Надо сделать так, чтобы... Чтобы новые не появились. Чтобы это не... Если будет спрос, обязательно будет предложение. Нам надо сделать так, чтобы спроса на справки не было. Ой, как это сложно, это почти не предстоит. А так у нас в жизни всё так сложно. Если мы всё будем делать простое, значит, половина страны всё время будет бегать, половина будет сидеть, да, третья, значит, часть будет ловить тех, кто бегает. Как вы говорите, Азия Савельевич, из программы в программу систему надо менять? Мы сегодня ни разу ещё этого не сказали. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу, и я уверена, что Азия Савельевич обязательно к этому вернётся. Особое мнение на 101FM И напоминаю, что сегодняшний гость, который высказывает особое мнение, это директор аудиторской компании «Бизнес-информ» Азиз Савельевич Агаев. Ну, мы можем считать, что тему закончили, да? Или я вот из-за того, что прервала вас на уход на рекламу, не сказала, что... Нет, я думаю, что в принципе я закончил мысль, да. И вот то дело Черепанова, которое всё время обсуждается, это пример того, почему родители не хотят, чтобы дети шли в... Причём страшнейший, там страшнее некуда, там уж такой пример, что это самое. Теперь вот ещё какая тема предлагается мной вам к обсуждению. На предмет недобросовестных застройщиков. Но тут уж, правда, действительно для многих это вопрос, ну, очень тяжёлый, да? Человек мелкими порцаечками, потому что, понятно, у нас мало кто может себе позволить просто прийти, заплатить в строительную организацию и поехать и купить себе квартиру даже в черновой отделке. Поэтому долёвка – это вот вообще единственный там, ну, ипотека, долёвка, вот там возможность всё-таки крышу над головой приобрести. А потом, получается, ты платишь, 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 фирма типа того, что разоряется, и ты непонятно куда, в кого вкладывал. Там ещё, не дай бог, недобросовестно этот застройщик выяснится, что, помните, какая-то была эпопея тоже по Кирову, что дома эти построились не на той земле, а там муниципалитет не давал разрешения, а людям-то чего делать-то с этим всем? Ну и вот в регионе в первом чтении принят закон, который призван помочь участникам долевого строительства. Я только толком пока тоже не очень поняла, в чём именно, но речь идёт, не идёт о материальной поддержке обманутой долщиков. Закон просто устанавливает некий алгоритм действий для того, чтобы завершить строительство объекта. Ну, чтобы потери были минимальные у застройщиков. Это как, это аналог некий с этими вот бизнес-омбудсменами, да, то есть вот что теперь как бы будет просто кто-то вот это вот контролировать, да, вот что вот по этой части вообще. И если вы, может быть, видели краем глаза, в чём будет заключаться суть, или это очередная просто такая такой бантик, фантик, что будет хорошо, ребята, не бойтесь. Или правда не будет? По самому закону, да, я думаю, что он ещё, наверное, будет там дорабатываться каким-то образом. Там есть некие технические противоречия, которые надо вот доводить до конца. Но в целом направление движения, ну, я думаю, что правильное. Почему? Потому что есть мошенники, значит, которые считают, что с мира по шапку, там, с мира по нитке, там, голому рубаха, да, и вот они таким образом и действуют. И таких ведь примеров у нас было достаточно, да, у нас есть несколько посадок. Я не знаю, почему, значит, люди забывают об этом. Может быть, кто-то чувствует, что у него есть какая-то крыша, и его не посадят за такое мошенничество. Но это уже вопросы тоже к тому же Солодовникову, да, и к тому же... Вот так я только хотел сказать, Владимир Сергеевич, у нас есть органы, которые всю жизнь по законам строительства государства призваны контролировать, да, значит, те или иные вещи, там, милиция, вот, господи, полиция, значит, там, следственный комитет. Зачем? Почему у нас вынуждены организовывать новые контролирующие структуры? А эти-то что делают тогда, простите, господи? Вот этот закон, я так понимаю, что предполагает облегчение, значит, участи обманутых дольщиков. То есть он не в том смысле, что вот там... Что не посадят тех, которые нехорошие. Да, а именно каким-то образом оно больше направлено на то, чтобы облегчить участь вот обманутых дольщиков. Ну, типа там денег вернуть, да, говорят, не верно. Где-то там сохранить хотя бы то, что, так сказать, осталось, потому что все деньги вернуть, ну, вряд ли там удастся. То есть чтобы тот новый инвест, которого они выберут, чтобы достроил и смог еще, значит, на том, что принадлежит там жулику, чтобы на этом какие-то свои деньги отбить, если так можно, так сказать, выразиться, да. Вот, ну, я считаю, что в этом направлении работа правильна. Другое дело, что по ходу надо, может быть, еще какие-то системы выработать. То есть, может быть, если сразу изначально, значит, какие-то структуры властные видят там подозрительные там фирмы там, да, то есть попросить у них какие-то данные там раскрыть, да, а потом можно написать, вот такие-то фирмы там данные раскрыли, а вот такая-то фирма не раскрывает. А ну-ка, почему? Ну, то есть, а люди уж почему пусть сами думают, да, вот система, так, ну, какая, можно сказать, эта система аккредитации, она может быть и поможет людям сориентироваться, а ведь люди думают, у нас ведь, например, есть люди, которые до сих пор в МММ несут деньги, да, есть строительные организации, застройщики, да, застройщики, в которые я никогда бы ни копейки бы не вложил, да, даже какие бы цены они мне не предлагали, потому что я уже знаю факты, как они обманывают, потом увеличивается стоимость этих квадратных метров в разы, в отличие от там надежных. Нет, ну ладно, дуракам-то мы свои мозги не вставим, вот насчет того, которые по второму разу несут в МММ, но такие будут, такие есть, бог бы с ними. Я-то говорю про тех, кого действительно, кому мозги запудрили, и кто даже и пытается проверять данные, а потом выясняется, что там все. И вот нам надо найти метод, чтобы людей из состояния запудренного, значит, запудренных мозгов выводить. У нас специалистов по запудренным мозгам очень много. О, да. Да, и надо сделать так, чтобы как-то вот какие-то структуры выводили людей из состояния запудренности мозгов. Осталось буквально две минуты, по этому тему придется сжато анализировать. У нас впереди Новый год, но для того, чтобы позитивно относиться к этому событию, у нас еще найдется время, там будем подарки закупать и так далее. Я в той связи, что опять сейчас будут вот эти вот чудовищно огромные выходные, которые большинство, к сожалению, будет использовать по прямому назначению, которое у нас обычно щелчком чуть ниже подворотка. Кировская область по данным, так, по некоему рейтингу, вот сейчас вот не скажу. В общем, короче говоря, Кировская область сохраняет лидерство в Приволжском округе по уровню алкоголизации. Вот Удмуртия занимает второе место среди регионов Приволжского. А, аргументы в Ижевске, прислужба Удмуртии, это по удмуртским данным. Значит, все меры зря. Значит, зря у нас пытается там губернатор сокращать там какие-то время продажи, там еще что-то. То есть пить пили, пьем и будем пить? Ну так это нормальная ситуация для менеджера, который там какие-то действия совершает для того, чтобы управлять процессами. Вот они постреляли, значит, дробями там по какому-то животному, ну вот результата нет. Значит, что-то, либо объект не тот, либо инструменты, применяемые к этому объекту, не те. Либо, значит, тот, кто стреляет, он никогда не держал в руках, так сказать, оружие, да? То есть понимаете, о чем я говорю? Понимаю, понимаю. Значит, в итоге получается, что подход с применяемым... Пушки по воробьям в том числе имеете в виду, да? Подход применяемый является несистемным. То есть люди, если по какой-то причине пьют... То надо эту причину пытаться искоренять, а не закрывать магазины от всех до всех, да? Да, сейчас я буду тихонечко говорить, а вы будете за мной продолжать начатое предложение, да. То есть вопрос не в магазинах, значит, получается, не во времени работы магазинов. Может быть, даже ограничение времени там ухудшило, усугубило ситуацию в каком-то смысле, что люди запасаются там заранее, а потом смотрят на этот запас и думают, о, раз стоит, не пить нельзя, будем пить там, да? Точно. Вот в связи с этим надо сказать, что делаются шаги. Вот то, что строятся там катки, там бассейны, делаются шаги. Так, это хорошо, это один момент, куда люди могут потратить время. А теперь как сделать, как сделать, чтобы им в голову первое приходило, как правильно потратить свое свободное время... Пойти покататься на... Пойти покататься. Как это сделать, как это заложить в голову людей, вот чем еще надо заниматься. А еще... СМИ этим в том числе должны заниматься, правильно? Конечно. А еще, как сделать так, чтобы у детей и подростков всегда было место, где они могут весело и свободно провести время. Помните, у нас были раньше клубы по месту жительства, там были воспитатели, у нас была масса тренеров, у нас была масса кружков, могли прийти в спортивные секции, и никаких проблем с этим у нас не было. Но мы сейчас будем ведь пытаться к этому вернуться, правильно? Давайте сделаем хотя бы так то, что от нас с вами зависит. Давайте вот, кто сейчас нас слышит, мы их призовем к тому, чтобы они не бухали, простите за мой французский... А шли кататься, пошлите ребята кататься на коньках, вот так вот скажем. Или на лыжи встанем. Или на лыжи встанем. Наконец-то снег. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Огромное спасибо, Азиз Алисович, что посетили программу. Как всегда, ваше особое мнение. Спасибо всем. Безумно интересно. Итак, сегодня был директор аудиторской компании «Бизнес-информ». Азиз Агаев высказал свое мнение. С ним побеседовал и с вами вместе Антонина Тихомирова. Удачной недели. Покупайте подарки и идите кататься на воду. С наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом.